Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева, и сегодня мы с вами на очередной рубрике, где я рассказываю и показываю, как мы готовим наши проекты, как мы рисуем эскизы для наших пар, как мы придумываем идеи. И сегодня я вам покажу проект, который мы сейчас разрабатываем для нашей пары Никиты и Екатерины. Задумка у нас — реализовать свадьбу в концепции «Сумерки». Готовы? Погнали! Итак, как я и говорила, мы рисуем обычно большое количество разных вариаций эскизов для того, чтобы нашей невесте, нашему жениху понравилось то, что мы придумываем. И лишь после этого мы согласовываем смету, согласовываем итоговую картинку, какая должна у нас получиться. Первое наше предложение выглядело вот таким образом. Таким образом должна была выглядеть зона церемонии. То есть мы решили сделать три большие арки для того, чтобы сохранить вот эту вот идею из фильма «Сумерки». Мы сделали дорожку с усыпанной... То есть она была белая дорожка, усыпанная лепестками роз. Сделали папоротники, свечи, сделали вот эти подвесы высокие. Так как всё это у нас... Церемония у нас должна будет пройти в лесном массиве, в лесной зоне. Ну, соответственно, мы решили сделать... Пустить как раз-таки вот эти вот подвесы через сосны многовековые для того, чтобы, опять же, сохранить эту идею «Сумерки». Но при всём при этом «Сумерки» — это не просто лес, это не просто лесная свадьба, это некий такой шик, да, и поэтому мы добавили вот такие вот тёмные стульчики для того, чтобы продолжить вот эту вот тему и идею шика. Дальше мы немножко порисовали, так скажем, да, перерисовали и предложили вариант со светлыми стульчиками, потому что невесте захотелось чего-то более нежного, поэтому мы ушли в светлые стульчики и, сохранив при этом ту переначальную картинку, которую мы сделали, и, если вы посмотрите, здесь ещё и поменялась дорожка, потому что невесте очень хотелось, чтобы было больше вот этого природного массива, было больше ощущения, что они находятся в лесу, поэтому мы сделали здесь газон, это искусственный газон, но мы сейчас продумываем, каким образом нам это сделать, потому что здесь у нас не просто дорожка была постельная, а здесь у нас был такой подиум, чтобы невеста и жених прошли по этому подиуму, чтобы не проваливались каблуки, чтобы было комфортно идти, потому что там поверхность неровная в лесу, а здесь мы ушли в сторону газона, но нам сейчас нужно будет решить вопрос тоже с газоном, какой это будет газон, чтобы была достаточно плотная подложка, чтобы, опять же, ни хуй не есть, и было достаточно комфортно идти в зону церемонии, и в то же время у нас по бокам, вот здесь вот, да, получается, вот здесь вот по бокам у нас также планируется, что будет газон, чтобы гостям точно так же было максимально комфортно, чтобы это было очень красиво. На выходе мы сейчас предварительно утвердили вот эту картинку, что у нас будет газон и что у нас будет вот таким вот образом выглядеть зона выездной регистрации. Далее мы показали нашим ребятам размеры, да, чтобы они понимали, какой размер будет арок, что это действительно не маленькая арка, что при среднем росте человека, там, метр семьдесят, метр шестьдесят пять, арка достаточно высокая, она будет там порядка трех, может быть, трех с половиной метров, и что вот эти подвесы, они находятся достаточно высоко, то есть при среднем росте, в общем-то, достаточно большие и объемные вот эти вот, получается, конструкции, потому что сейчас возникла идея, чтобы часть конструктива перенести в зону террасы, зону веранды, которая находится отдельно, да, поудаль от места церемонии, поэтому нам сейчас нужно, опять же, подумать над тем, как нам это реализовать, каким образом нам сделать так, чтобы осуществить этот перенос, либо все-таки сохранить вот эту вот зону в первоначальном виде и тортик вынести вот как раз-таки к этой зоне. В общем, это сейчас в процессе обсуждения, потому что это не итоговая эскиза, мы снова будем перерисовывать, мы снова будем предлагать, и самое время показать вам, каким образом у нас выглядит зал. Итак, первый вариант, что мы нарисовали ребятам для того, чтобы сохранить идею сумерек, потому что там объемные такие композиции, да, там тёплые, тёмные тёплые оттенки зелени, там ощущение, что ты находишься в лесу, да, в лесном массиве, поэтому мы сделали на задник, мы сделали вот такой вот конструктив, то есть мы поставили большую конструкцию позади задника, имитирующую лес, да, чтобы было ощущение, что ты находишься действительно в лесу. Так как задник там достаточно узенький, то есть там вот такая вот узенькая полосочка за президиум, и дальше идут выходы на террасу, то нам нужно было максимально закрыть как-то, чтобы создать как раз-таки вот эту вот иллюзию того, что мы находимся в лесном массиве, что мы сидим где-то в месте, где позади нас находится лес. Здесь у нас сохранены параметры и сохранены шторы, которые есть на вот этой площадке. В процессе обсуждения также мы здесь сделали определённый рисунок на гостевых столах, то есть у нас здесь скатерти с определённым рисунком, там такие листочки, веточки, но это, опять же, не просто так, потому что нам хотелось сохранить вот эту вот идею сумерек. В процессе обсуждения невесте захотелось поменять немножко задник, она спросила, можем ли мы сделать что-то другое, чтобы это был не лес, потому что ей, ну, она переживает, да, что это будет как-то не так выглядеть, поэтому мы предложили ещё варианты, как может выглядеть задник, и мы убрали шторы, потому что шторы тоже очень смущали невесту, поэтому мы убрали шторы и открыли полностью окна, то есть окна у нас стали открытыми, а задник мы сделали более такой прозрачный, то есть вот здесь вот действительно выходы, здесь двери, здесь выходы на вот эту вот террасу, и мы убрали его и сделали прозрачные открытые такие лианы, которые свисают за задником. Пока это тоже в процессе обсуждения, мы будем обсуждать дальше, я думаю, но нарисовав вот это, мы показали, как это может выглядеть. Сегодня мы как раз-таки обсуждали варианты и президентного стола, и гостевых столов, и длинного стола деревянного, приняли решение, что деревянный стол будет не один, что мы поставим несколько длинных столов, и показали, да, вот сейчас как раз покажу вам изначально, как выглядит зал, да, чтобы вы видели, то есть изначально зал выглядит вот таким образом, то есть здесь посередине, как вы видите, да, вот здесь вот посередине вот такая вот конструкция, да, вот такая стеночка посередине, и дальше выход на террасу, и мы изначально планировали, что мы закроем полностью вот так вот эти все выходы, чтобы имитировать тот самый лес. Мы подумали, что это было бы неплохо, закрыть полностью вот это, имитировать тот самый лес. Это вот как раз к вопросу «до», а это «после». Но сейчас обсуждаем вариации, как это может выглядеть, можно ли вместо имитации леса и вместо вот этого вот большого задника сделать что-то более прозрачное и лёгкое. Вот сейчас мы как раз-таки обсуждаем эти варианты. И обсуждаем варианты закрытия потолка, потому что тоже у невесты есть сомнения относительно вот этих ниспадающих лиан, и мы сейчас решаем, в какую сторону нам пойти. Либо мы пойдём в сторону огоньков зелени, либо мы оставляем ниспадающие лианы и тоже добавляем больше зелени, либо мы немножко меняем вообще конструктив потолка. Ну, в общем, сейчас это в процессе обсуждения, но в целом, в общем-то, мы хотим уйти вот в такой вот идеи. Дальше у нас были предложения, как ещё можно сделать задник, что его можно сделать и таким образом, да, более таким треугольником расположенный, чтобы были эти цветы, и вот таким вот образом добавить больше зелени на вот этот задничек. В общем, разные-разные варианты мы рассматриваем для того, чтобы найти золотую середину и понять, как нравится больше всего. Сейчас, подводя итоги нашей сегодняшней встречи, мы пришли к тому, что мы точно будем менять пол. То есть пол у нас будет не зеркальный, как здесь нарисован, мы будем делать полностью белоснежный пол, он будет глянцевый, и мы меняем пол полностью на всей территории этой веранды. То есть мы делаем пол вот и под столом, и под столами гостевыми тоже, и пол будет наш белый доходить и до задника, и окутывать всю веранду, то есть вся веранда будет полностью с белоснежным полом. Мы сейчас закинули это как идею, да, и мы просчитаем, посмотрим, в какой бюджет это выйдет, но в целом невесте очень хочется, чтобы пол был полностью белоснежный. И мы немножко поменяли идею со столом, то есть мы хотим немножечко поменять президиумный стол, посмотреть вариации, мы немножечко поменяем потолок, посмотрим тоже вариации, мы немножечко поменяем наши гостевые столы, тоже добавим наш стол, да. Мы поменяли скатерти, то есть мы убрали листики на скатертях, то, что было изначально, да, Да, вот здесь вот были вот такие вот листики, мы это поменяли. И исходя из этого, мы отрисуем новые эскизы, покажем нашим молодоженам, и я думаю, что уже потом будем, уже после следующей встречи, когда мы отрисуем эскизы, утвердим итоговую картинку, как у нас будет выглядеть наш зал прекрасный. Так, и далее это был первоочальный вариант наших столов гостевых, да, как раз с теми самыми листиками, с композициями. Обратите внимание, что композиции реально прям вот скопированы с «Сумерек», то есть это действительно была идея и задача максимально сохранить идею фильма «Сумерки», максимально сохранить и максимально перенести в наш зал. Вот, дальше второй вариант стола был уже без листиков, без этих, да, и дальше уже пошли и следующие варианты стола, и тоже с длинными канделябрами, с темными свечами для того, чтобы сохранить правила двух цветов, темные свечи, темные стулья, и вариант стола тоже без листиков, просто темные скатерти, такие темно-зеленые скатерти, оливковые, и при всем при этом такие же композиции, какие есть, да. Вот так вот выглядит у нас веранда, и невеста очень хочет, чтобы у нас как раз в зону, сейчас ближе, приближу, да, невеста хочет, чтобы как раз-таки вот в эту зону, в зону террасы, мы перенесли часть конструктива, которая у нас будет в лесочке. Мы сейчас обсуждаем это, подумаем, как нам это реализовать, и дальше уже примем решение, как нам реализовать ту задумку, которая есть, и сможем ли мы быстро это сделать, чтобы сохранить внешний вид красивый, и чтобы тортик мы могли вынести уже немножко в другой зоне, чтобы церемония у нас была в одной зоне, а тортик, чтобы у нас был немножко в другой зоне. Так, и, ага, сейчас секундочку верну назад, и так-так-так. И вот стульчики, да, немножечко еще по стульчикам хотим пробежаться, предложить разные варианты стульчиков ребятам, чтобы, опять же, оптимизировать бюджет, потому что сейчас у нас стулья стоят определенные, они дорогие, они красивые, но они и дорогие. Поэтому я думаю, что когда мы будем рисовать, то мы, может быть, еще и предложим другие немножечко варианты стульчиков для того, чтобы показать эти варианты стульчиков нашим молодоженам, чтобы они посмотрели и сказали «Вау, хочу только так и больше никак». В общем-то, это и основная наша задача для того, чтобы невеста действительно в день мероприятия зашла, и чтобы глаза ее горели, и, глядя на то, что она увидела, она понимала, что это день, о котором она мечтала, что все, что здесь нарисовано и сделано, все, что здесь изображено, что это то, о чем она действительно мечтала с самого детства. Ну что, ребят, я надеюсь, что вам понравилось и нравятся мои рубрики, мои включения. Надеюсь, вам нравится смотреть на наши идеи и на наши задумки. И если это так, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, включайте колокольчики, подписывайтесь на канал и поддерживайте мой канал, потому что благодаря вашей поддержке мой канал продолжает существовать и продолжает показывать каждой девушке, вне зависимости от того, в каком она городе живет, что свадьба может быть особенной, свадьба может быть только про нее и только для нее. Всего хорошего и пока!